Мура Алексеевна, насколько я вас помню, столько знаю, что вы пишете стихи. Вообще, как всё это начиналось? Когда? Ну, начинается всегда с детства. То есть где-то уже в первом классе я сделала свою маленькую книжку. Это называется «Детский мо-ишкис», то есть «Моё искреннее издательство». И написала немного стихотворений. В школе я считалась поэтом, но я, конечно, не считаю стихи какими-то значащими или вызывающими какие-то эмоции. Это просто мне хотелось писать. Потом много лет я не писала серьёзных стихов. Я вообще серьёзных стихов не писала долго. Например, какие-то посвящения, где-то просили к каким-то праздникам, что-то такое. Ну, я это считаю не стихи, а просто так. Это все мы пишем всегда. Многие могут писать. А примерно где-то лет в пятьдесят, когда я влюбилась сильно, да, и познакомилась с поэтом, очень жарко, но я не могу это даже, я вдруг стала писать стихи. То есть эмоции вызывают стремление что-то написать. Этот поэт, он жил в Пятигорске, он мне дал свои стихи, и вот почему-то мне захотелось ему в ответ написать, и потом пошли. Я думала так, несколько стихотворений, и всё. А потом почему-то оно стало выливаться дальше, через какое-то время ещё, и вот в результате стали появляться стихи. Значит, я лет с пятидесяти только стала писать, я считаю. Можете почитать вот те стихи, помните вы их, которые были тогда написаны? Совсем, ну, например, «Таракан». Я проснулась очень рано, увидала таракана. Таракан ко мне пополз, укусил меня за нос. Стыдно, стыдно, очень стыдно, знаешь, как это обидно. Стыдно стало таракану, и лежит он под диваном. Ну, такие маленькие непритязательные стихи. Вы с какого времени, с какого года в литературном объединении, возрождении? Были ли вы ещё до этого? Нет, с самого начала, да, с самого начала. И даже ещё когда Фёдорова у нас, Галина, собирала нас в своей редакции, самую первую, они меня пригласили. Я пришла одна, Григоренко, и она была. И они со мной проводили часа два беседу почему-то так долго, потому что больше никого ещё не было. Потом начали появляться поэты. А потом когда-то мы перешли в свободное плавание, то есть уже под руководством Демидовой. Вот. И уже с самого начала, да, мы с ней вместе рука в руку идём. Я, насколько знаю, Татьяна Николаевна всё равно правит стихи, направляет, подсказывает. Как с вами? Обязательно я ей всегда читаю свои новые стихи. И бывало, что, да, некоторые поправки она делает. Вернее, она подсказывает, что вот здесь что-то не то. Ну, я понимаю быстро, как говорится. Один раз тоже, уже когда я первую книгу выпустила, я попала в больницу в Ханты-Мансийск. И одна женщина, она такая там небезызвестная, она тоже попала со мной в одну палату. И я вот ей стихи свои показала. И она говорит, вот давайте вот мы соберёмся с вами ненадолго там в коридорчике. И я вам кое-что подскажу. И она мне указала на некоторые вещи, которые я вообще не знала. Потому что мы начинали так просто. Пишешь, да и пишешь. Мы правил не знали, особых стихотложений. Рифма, ритм, это у нас ещё соблюдалось. А вот мужская, женская рифма, мы это совершенно не знали. И что надо, например, свою тему ввести в течение стихотворения как сочинение. Мы тоже ещё это всё таким путём сложным шло. Ну, нельзя сказать, что сложным, но интересным. Интересным. Да. И я начала перерабатывать свои стихи. И сразу, ну вот, некоторым людям я хотела сказать, что можно одну поправку сделать, он уже поймёт. А некоторые, например, годами пишут, а они, а как пишут, так и всё. Но я, например, конечно, учусь на ошибках. И поэтому, да, и с Татьяной мы всегда, и новое стихотворение я обязательно и читаю. Вот она там скажет, ну, хорошо. Ну, сейчас уже практически поправок у меня нет, конечно. Вот. Но она тоже со мной советуется. Вот. И тоже, потому что мы уже, у нас такая дружба творческая уже давненько. В общем-то, получается, век живи, век учись, да? Да. Всё равно оно где-то новое. Конечно. Не отталкиваете от себя. Да, мы ещё изучали материалы из интернета по написанию стихов. И тоже, кому надо, те всегда прочитают и много для себя возьмут. Оказывается, целая наука. Есть какие-то стихи, которые вы никогда никому не читали, вот, написали и положили себе в шкафчик, там, в тумбочку? Я всегда такие стихи читала Демидовой, вот. Но на людях не читала, потому что это тяжёлые стихи. Например, «Когда моя мама ушла». И такие стихи просто невозможно не написать, потому что, когда тяжело на сердце, хочется выплеснуть, выплеснуть. И ты, я написала серию стихов, тяжеловатые, вот, они хорошие стихи, но я их не публикую. Вот такие стихи. А остальное я всё могу, конечно, любые свои, и любовные, и свои, там, ещё какие-то, и приключения. Это всё можно писать и на людях, выставлять на люди. На люди. Часто вас приглашают на выступления, на концерты, на встречи с жителями? Как вы на это откликаете? Не часто. Не часто, потому что я сама не считаю, что надо часто на публике бывать. Я считаю это очень надоедливо, когда один человек всё время ходит, как это, это, как называется, свадебный генерал, что ли, вот, выражение. Что вот он ходит, и здесь может быть там, он и здесь, и там. Я не люблю вот такого слишком публичного к себе интереса. Вот, и когда иногда мне нравится с людьми встречаться, и в концертах, конечно, особенно, когда наши мероприятия, литературного нашего объединения, конечно, обязательно мы там участвуем. Почему о любви не решишься сказать, почему не летишь, когда крылья в размах? Ты же знаешь, судьба лишь в отважных руках, лишь вопросы, вопросы. А в чём же ответ, сколько стоит удачи, счастливый билет? К светлой цели иди, не споткнувшись в подьмах, и судьба улыбнётся в надёжных руках. Так, свеча. Вот эта свеча написана в 2002 году, но по ней, вернее, на её стихи уже есть песня у автора из Урая. Не у Саши Васильева, а есть его друг Негреску, фамилия его. И вот он написал песню. Ну, видимо, стихи затронули его душу. Горит свеча. В душе печально сверкает ими на стекле. Так уж случилось я в отчаянии, что ты пришёл, но не ко мне. Свеча мерцает от дыхания, а мысли вновь несут меня. Любовь, конечно, наказание. И боль сильней, чем от огня. Горит свеча, мелькают тени, кручи, но больше не зови. Освобождаюсь от сомнений, а думай снова о любви. Да, а что больше писать? Писать о чувствах, о любви, какие-то философские, или, может быть, о природе? Или это как, ну, вот как вдохновение придёт? Это всегда вдохновение. Я никогда не, ну, никогда не говори никогда, у меня были стихи, когда по заданию, так сказать. А по заданию это, например, когда я в школе, у нас ещё не было литературного объединения, я уже писала стихи, Игорь Каркишко там работал, и нам давали задание, например, какой-то гимн сочинить. Вот, я писала стихи, например, там, пожарникам, вот, и они с этим гимном, а музыка была как раз Игоря Каркишко, я ещё тогда мелодии не сочиняла, и с этой песней наша пожарная команда занимала высокие места на соревнованиях, и, может быть, они до сих пор её и поют. К примеру, вот такие. Ну, а потом я написала, например, гимн, когда объявлен был конкурс Кандинского, для Кандинского района, это, наверное, было 10 лет назад или больше. Наверное, да. Да, когда вот был объявлен этот конкурс, так, наверное, даже раньше. В 80-летию района, наверное. Вот, наверное, наверное. И тогда я изучила материал, стала сочинять. У меня ещё мама была жила, она, вообще-то, умный человек и образованный. Она мне иногда даже что-то подсказывала. А вот это вот, можно сказать, вот такое. То есть, вот это по заданию. Но я сочинила и напевала, напевала. Вот, и когда я пришла к Уланову, Сергею, он как раз вёл кружок музыкальный, да, я попросила его записать для конкурса. А мелодию, говорю, может, ты сочинишь? Я ему напела. А он говорит, так у тебя же есть мелодия. Я говорю, так я не считаю, что первый раз я сочинила мелодию. Я вообще не считала, что это я что-то сочинила. Просто напевала. И вот это получилась моя первая песня, даже с моей мелодией. А сейчас у меня более 65 уже таких песен, да, со своей мелодией. А раз я стала сочинять, я стала петь. Хотя певицей я не была раньше никогда. Я сейчас не певица, а просто исполнитель своих песен, то есть авторских. Но на музыкальном инструменте я так и не сумела научиться играть. Это очень сложно. Лучше не браться за это. Ну вот здесь вот, например, стихотворение «Караоке». Это я в девятнадцатом году написала, когда была в Турции. Пела песню в «Караоке» на турецком берегу. Таял парусник далекий, как иголочка в стогу. Пела тише, пела громче, бушевал огонь в крови. То страдала, то не очень по несбывшейся любви. Я, как парус, затерялась средь подвыпившей толпы. На мгновенье показалось, что ко мне подходишь ты. Пела песню душной ночью, посылая вдаль тоску. И бродила, между прочим, по прибрежному песку. Такое вот. Сколько у вас стихов всего? Ведете ли вы подсчет? Я веду подсчет, но сейчас я не могу сказать. Вообще-то они у меня сейчас выставлены в стихах.ру. Можно набирать. Тамара Ананина, стихи.ру. Также у Демидова есть такая. И там прямо по темам. Это я взялась, наверное, года два-три назад, наконец-то. Я не очень близка была к этому. А потом мы как-то подумали, надо же завести страницу. Наши некоторые товарищи заводили. Но мы думали, как это, как. И так как мы уже поколение более старшее, мы с трудом к новому-то идем. Но, наконец-то, мы это сделали. И поэтому даже все новые стихи я туда, скажите слово, помещаю. Вот как помещаю. Выставляю. Да, выставляю. И каждое стихотворение там имеет свой номер. То есть оно никуда не теряется. И там уже авторство твое, значит, под номером. Вот такое дело. Участвуете ли вы в конкурсах поэтических, окружных, всероссийских, может быть, международных? Я уже очень много участвовала в этих конкурсах. У меня уже три таких вот папки с файлами, с этими, с грамотами всякими. И поэтому я как-то уже немножко даже подостыла. Но с одной стороны подостыла, а сейчас, например, уже вот в нашем ДК вот сняли недавно мою золотую вот эту бабу. Послали на конкурс. То есть они уже видео посылают, уже другим путем идут. А так я сама участвовала в Киров, например, ездила по приглашению. Такое крупное событие было, когда я в Гринландии, такой конкурс есть, Грин, зеленая страна. Я заняла со своей песней, Катюша, высокое место, лауреат. Там их совсем немного, из многих-многих отбирают, каждый месяц отбирают, а потом еще из тех, которых каждый месяц. И вот меня пригласили туда, и я там выступала со своей песней уже вне конкурса, пела. Ну, такое крупное было мероприятие. А так, конечно, я уже много участвовала в конкурсах. И так как я человек не такой, ну, я так считаю, что я немножко подвигаюсь, чтобы и другие тоже. Вот мне почему-то хочется, чтобы и другие, вот, кто за мной идет. А то вот раньше, когда мы это начинали, другие люди не участвовали нигде. А мы начинали, вот я, Демидова там, и еще у нас были, вот, которые костяк. Мы участвовали, ну, тогда могли вот вызывать этим даже зависть и говорить, вот, ну, вот, все, Тамара, да Тамара, там, вот, Демидова, да Демидова. Ну, типа даже вот неприятие. А я к этому отношусь болезненно. И поэтому я вот сейчас во многих случаях стараюсь, чтобы и другие люди выходили вперед. И тогда им не жалко, что если у меня успех и у них успеха, то есть мне хочется, чтобы у людей тоже был успех. Вот в таком смысле. Почитаете еще? Да, вот, например, «Нечаянная любовь». Это когда-то я была в санатории, и там был один музыкант. И я на эту тему тоже, тема всегда должна быть, что-то тебя затронет, и ты, например, начинаешь писать. Называется «Нечаянная любовь». Заиграй, музыкант, нескончаемо, и меха расти нет души. Бурной музыкой беспечальной ты кручину свою заглуши. Проклиная разлуку дорогу, мне с тоскою во след погляди. Колокольным набатом тревогу, ощущая невольно в груди, Вновь развеют печальные грезы, ветры с гор и весенний рассвет. Помни песню о грустной березе и любви, пусть нечаянный свет. Вот такие они. Немножко лирические, немножко грустноватые, немножко ностальгические. Ну, такое стихотворение, так как я все-таки, раньше, некоторые старшие поколения меня помнят, как я еще танцевала, в свое время еще стихи не писала, и поэтому тема танцев мне близка. И вот, например, Фоменко. Это тоже не так давно написано. Красное платье, красный цветок, Пламенных взоров льется поток, Рок от гитары, звук кастаньет, Ножки ритмично бьют о паркет. Гордая шея, гордая стать, Трудно до сердца красотки достать. Двое идальга, стройных, лихих, Рвутся на круг, посмотрите на них. Танец Фламенко, стук каблуках, Как на кориге бой за быка. Красное платье дразнит огнем, На поражение бьются вдвоем. Что же испанка бросила взгляд Прямо туда, где гитары гремят? У кабальера рвется струна, Это безумной страсти цена. Ближе смуглянка красный цветок Бросила парню. Вот и итог. Ну и я могу завершить программу Одним стихотворением, Которое в двадцать первом году написано. Листая памяти страницы. Моложе я не становлюсь, И в зеркалах не так красиво. Но я не жалуюсь, не гнусь, И в этом мало негатива. И нет досады у меня Ни на девиц, идущих чинно, Ни на мальцов, что гомонят, В раздоры лезут беспричинно. И я рвалась когда-то ввысь, В любви, как обруч, завертелась, Скопила опыта за жизнь, Терпенья больше, чем хотелось. Теперь сижу на троне лет, Листая памяти страницы. И голове покоя нет, Мелькают лица вереницы. Спасибо, Тамара Алексеевна, За то, что вы к нам пришли. Надеюсь, не последний раз. И мы еще с вами встретимся. Спасибо за беседу. Спасибо.